Из Минска в Витебск за Единую Беларусь. Вот уже которые выходные к ряду. Масштабный автопробег продолжает собирать сотни неравнодушных по всей стране. И пусть дороги всегда разные, цель одна – сохранить мир и спокойствие на родной земле. Сегодня колонна отправилась по северо-востоку Беларуси. На автомобилях по традиции национальная символика, а на лицах – улыбки. Все эмоции и путь участников автопробега в сюжете Елена Витко. Подобные встречи уже стали национальным трендом. За Единую Беларусь. С таким девизом каждые выходные неравнодушные автолюбители преодолевают сотни километров. Ранее, например, побывали в Бресте, на прошлой неделе в Гомеле. Сегодня же автопробег держит курс на север страны. Старт по традиции дали в Минске. Затем колонна отправилась в Смолевичи, Жодино, Крупки, Новолукомоль. Всего маршруте 16 населенных пунктов. Это не первый уже пробег. Для меня фактически стараемся участвовать в каждом автопробеге. Ну уже здесь, наверное, все, кто участвует. Это уже какая-то большая семья, то есть дружественная атмосфера. И мы участвуем, потому что нам не безразлична судьба нашей страны. Мы не выступаем против какой-то позиции, мы выступаем за свою позицию в первую очередь. Поэтому противоборство – это не наша тема. И мы показываем, что нас много, мы объединяем людей. Мы более такие доброжелательные, мы не выходим, мы не швыряем, никуда эти камни никакие, ничего. Поэтому мы спокойные люди, мы мирно, мирно высказываем свое мнение. Может быть, где-то кто-то заблудился в этой толпе и не может найти выход. Я считаю, что вот этими акциями действительно люди поймут, что мы едины, мы должны быть едины. И у нас довольно-таки уверенное и очень хорошее государство. Что у нас у всех, кто может и кто хочет, у всех есть перспективы. Именно Беларусь в далекие 90-е стала вторым домом для сестер Натальи и Марины. Тогда из-за беспорядков в Баку они переехали в Лиду. А сейчас на флешмобах и автопробегах частые гости. Не хотят здесь повторения страшной истории. Увидели эту страну, где чисто, где спокойно. Да, и то, что сделал президент с этой страной, все мои друзья, я была в Баку на Новый год. У нас открылся там в Баку магазин белорусский. И когда я привезла им подарки, они все смеялись. Потому что открывали холодильники, говорят, у нас все это есть, говорят. Огромные очереди, да. Вообще такая популярность. В России на Северном Кавказе я каждый год езжу. У меня там русские, Пятигорск, Кисловодск, Краснодар. И все мои друзья, все за президента, все за стабильность, все за процветающую Беларусь. Все видят, они приезжают в гости, видят, как с года в год все растет, красивеет. Ну, становится намного-намного лучше. Половина пути и первая остановка. В Александрии участники автопробега посетили музей-школу, где учился Александр Лукашенко. Посидели за его партой, сфотографировались. А еще попробовали чистейшей родниковой воды из Трофимовой клиницы. Кстати, целебный источник обнаружил и обустроил дедушка белорусского лидера. Сейчас это место силы. Своими действиями мы именно показываем наше присутствие. И то, что мы любим свою страну, и мы здесь. У нас все очень добрые люди, очень весело, очень здорово. Мы уже почти как одна большая семья. Мы за Беларусь, мы за процветающую, стабильную, сильную страну. И мы хотим показывать, высказывать активно наше мнение. Присоединиться к автопробегу мог каждый. Орша, Дубровна, Богушевск. Колонна заметно росла с каждым поселком и городом. Массовый финиш состоялся в Витебске, на площади Победы. К памятнику воинам-освободителям возложили цветы. Здесь особенно понимаешь цену мирного неба. Мы хотим показать, что нас много, что мы поддерживаем действующую власть. Мы хотим спокойную, красивую, мирную и процветающую Беларусь. Мы хотим, чтобы дети, наши внуки, наши гуляли спокойно по улицам. Хочется, чтобы везде было спокойно. Хочется мира, добра. Все пробеги посещаем. У нас есть свое мнение. Мы любим свою страну и не хотим ее терять и отдавать. В северной столице для участников автопробега подготовили и культурную программу. Пешие экскурсии по главным достопримечательностям. Да, Беларусь! И даже после восьмичасового пути и более 300 километров энергия есть. А еще желание узнавать родную страну, ее достижения и организовывать новые патриотические туры за единую Беларусь. Елена Витко, Андрей Ястребов, Марина Романовская и Владимир Тиханович. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей.